Здравствуйте, дорогая публика! Тут мне прислали, товарищи, небольшое видео о карте Глиссама. Это конец 19 века. Некий Глиссам составил карту плоской Земли. Эта карта плоской Земли, я ее собираюсь поместить на аватарку, так что там можете посмотреть. Замечательная вещь. Ну, это вот просто развертка всей планеты, вот так, как нужно. В общем, очень интересная развертка. Значит, там размеры континентов сохранены. А вот чем дальше к югу, тем больше приходится увеличивать размер океанов, расстояние между континентами через океаны. Это круто все очень. Ну, значит, плоскоземельцы говорят, что вся вот эта плоская Земля движется вверх, да, с ускорением 9,8 метра в секунду за секунду. Они говорят, что Солнце и Луна, они находятся где-то на расстоянии, там, речь идет о тысячах километров от Земли. Имеют размеры, там, порядка что-то такое, там, километров нескольких, да, там, 50, что ли, километров, что-то такое вот. Ну, какие-то такие смешные величины, вот, по сравнению с тем, что обычно считается у нас. Ну, и вот они как-то хитро движутся на планету и освещают ее так, как надо. Значит, ну, тут теперь дальше начинается возражение, естественно. Да как же так, да? Значит, ну, вот, если это движение, ну, давайте с расстояний. Если это все правда, то расстояния, морские расстояния в южном полушарии колоссальные, гораздо больше, чем вот у нас положено. Что обойти вокруг Антарктиды, значит, на самом деле обойти вокруг всего света, вот это вот огромный. А вы сами видели эти дневники? А вы сами читали? А вы сами проверяли такие ответы? А вы сами плавали? Сами вылетали по этим траекториям? Вот так вот, да? Нет, нет, нет ничего. Ну, говорю, ну, как же такой всеобщий заговор, да? Ну, говорит, ну, ответ дальше поразительный, мне понравился. А вот если бы в 90-е годы, 90-е годы XX века, сказали бы, что Сталин, значит, делал массовые репрессии, мы бы не поверили, это привело бы вообще вот к какому-то такому вот ощущению. Ну, вообще про то, что Сталин делал массовые репрессии, мы об этом узнали еще в 50-е годы, и ничего не умерли, и вот ничего вот такого вот не произошло. Теперь нам говорят, что мы через 50 лет узнаем, что ни на какую Луну не летали, потому что она совсем маленькая. Вот, и главное, цель заговора в чем? О, вам сейчас объяснят. А это вот в чем цель заговора. Так, оказывается, есть какие-то особенные линии на планете Земля, такие надо розеточки рисовать, спиральчики рисовать, и вот именно в этих точках и помещаются всякие значимые объекты. Например, Вашингтон, Москва, Петербург, ускорители, все вот эти вот, ну вот этот вот суперколлайдер, в этих же точках и линиях перенаходятся Фукусима и Чернобыль, и именно в них бросали атомные бомбы всегда. То есть это неспроста элита это все давно знает. Это только мы, лохи, этого не знаем. Еще до появления карты Глиссома, значит, все было проставлено так, как нужно. Москву там, где нужно, построили. Ну, тут можно начинать разговаривать, что вообще-то говоря, как бы это сказать, дела-то были очень давние, да, и в общем в те давние времена ученые и люди знали, что Земля круглая. Это никто не отрицал, это точки зрения придерживалась католическая церковь, это была официальная точка зрения, да, нет, все, все не так, все иначе. Вот что хочешь, то и вот доказывай, что это все не так. И вот на чем основывается вера, вот в это то, что Земля плоская. Она основывается на вере в очень интересный факт о том, что почему-то кто-то хочет дурить сверхценную информацию, от нас скрывает. Нам же не объясняют, как сделать атомную бомбу. Да, ну, такого нет. Широкого пособия, как сделать атомную бомбу, не привлекая внимания санитаров. Да, нет, такого пособия нет. Вот, нет такого пособия. Вот, а вот тут, значит, почему Земля плоская? Ну, видно, какие-то необыкновенные суперценные идеи отсюда возникают. Все остальное, это вот сугубое вранье. Все это скрыто от глаза человеческого. Все это все знали. Ну, вот какие-то такие слова. То есть, вот где-то 200 лет тому назад открыли Антарктиду. И вот они, представляете себе, проплыли вокруг Антарктиды. Это значит, на самом деле, они плыли вокруг всего света. Вот кошмарное путешествие они совершили. Кошмарному расстоянию. Ну, скажут, а вы сами плавали? А вы сами там были? А кто, скажет, какой-нибудь полярник? А я вот там был, я зимовал. Ну, да, тебе за это деньги заплатили. Вот ты и рассказываешь. То есть, тут ничего не сделаешь. Это вот как, такой был пример в учебнике «Физика для любознательных» называлась она, по-моему, Роджерс. Эрик Роджерс, автор. Такой, по-моему, двухтомничек или трехтомничек, двух, по-моему, томничек в советское время вышел. Это Эрик Роджерс написал ее для студентов, для которых физика – непрофилирующий предмет. Вот, считалось, что по пору в Америке, что они тоже должны знать физику. А, такая вот, без перегрузки формула. И вот, значит, там пример такой приведен. Вот, например, кто-то ввел такую теорию, что трение связано с тем, что в порах поверхности живут некие демоны. И вот, когда вы по поверхности что-нибудь тащите, они оттуда выскакивают, и вот они гибнут под этим вот предметом, который вы по поверхности тянете. И гибнут, да? Вот гибнут они. Вот. И причем, значит, объяснить это совершенно невозможно, да? Ну вот, хорошо, давайте мы зальем туда, значит, масло. Почему масло снижает трение? Потому что демоны тонут в своих вот этих пещерах. Они не все вылезают. А потом, значит, давайте, говорит, будем катать по стеклянной поверхности шар. Да? И мы услышим хруст, когда мы катим, и вон хрустит стекло как бы. Это вот хруст костей тех самых демонов. То есть, уйти совершенно невозможно. Всегда все объясняют вот этими демонами. И здесь тоже все объясняют заговором. Заговором и все. Я попробую кинуть, значит, кость еще одно место, где заговорщики нас дурят. Это место два даже кину вам место. Первое место, что отнюдь не на всей Земле в ускорении свободного падения 9,81. А ну мне скажут, а ты сам-то мерил? Ехидно должны мне сказать. Вот. Ну, на самом деле, в разных местах, но разных, есть гравитационные аномалии. Если вот это все излагать в той парадигме, что эта вся Земля вот так вот движется вверх, вот ускорена, равноускорена, то это не может быть. Второй момент. Вот она движется. Значит, над ней воздух. Воздух с высотой становится все более и более разреженным. Вот. Надо сказать, что это как-то немножко чудно. Дело в том, что если у нас есть движение вот этого земного пятака вверх, ну, где он движется, в чем он движется? Если он движется вот в сплошной однородной атмосфере, то, во-первых, на Земле должно быть некий такой вот эффект, типа ударной волны. Вот он обтекается, вот он движется, ускоренно движемся. Скорость, значит, все время растет. Она уже давно очень большая. Мы уже достигли таких скоростей-то там, я не знаю, сравнимых со скоростью света. Понимаете? Вот. Вот это вот получается очень чудновато. Чудновато получается. Вот. И, значит, потом, значит, в разных местах, если это движется, диск, да, в разных местах по-разному оно должно обтекать, а давление просто по всем земному шару должно быть очень разным. Ветер должен быть. Ну, представляете, диск, движется. Скорость все время увеличивается. Да. Вот. И получается тогда, чтобы все было так более-менее равномерненько, это нужно, чтобы этот не диск был, а сплошная бесконечная плоскость, которая вот так вот кверху движется, а там вакуум. А просто над этой плоскостью есть, значит, газ. Вот он так вот весь. Ах, он еще ускоренно движется. Ну, вот он так вот и распределился в этом воздухе. Вот. И на погоду на нашу будет влиять в том числе и то, что происходит за пределами вот этого антарктического барьера, да, потому что бесконечная поверхность должна быть. Бесконечная плоскость, плоская поверхность должна быть. Вот. Ну, мне скажут, это тебе заплатили, просто ты это рассказываешь. Земля-то, ну, все знают, что плоская. То выйди на улицу, посмотри. Ну, ты видишь кривизну? Нет, не видишь. А, да, тоже очень мощное доказательство. В артиллерии, говорит, не учитывают то, что Земля не плоская. Ну, на самом деле, при стрельбе баллистическими ракетами на такие дальние расстояния, скажем, пульнуть откуда-нибудь из полигона в европейской части по полигону на Камчатке, это, конечно, все учитывается. Без этого никуда не денешься. Вот. Да. Кстати говоря, по поводу близкого расположения светил к Земле, да, но это, значит, можно было бы тогда методом триангуляции измерять, да, до них расстояние. Там расстояние совсем ничтожное, по нашим понятиям, земным, да, то есть запросто до всех этих звезд можно было бы мерить расстояние только так, да. А если они бесконечно далеко все, то опять-то тогда уже ни до кого не измерить расстояние, мы меряем его, да. Ну, в общем, короче говоря, вот эта вот теория плоской Земли, она может жить только в умах людей, которые вообще, скажем так, не имеют никакого образования, именно образования. Сейчас у нас такая идет борьба в школах, в вузах, борьба, значит, в которой борются учащиеся и их родители с тем, чтобы их детей образовывали. Они хотят, дайте нам только те навыки, которые нам нужны. Вот нажал кнопку, тебе пирожок выскочил. Все, этот навык нужен. А это там от тебя не нужно. Это тебе никогда не потребует. На работе от тебя это не нужно. Вот. Ну, это вот, в общем-то говоря... Ну, вот на этом держатся все эти тоталитарные режимы, да. Никаких возражений не принимается, потому что все остальное, все ерунда, бред и сибы кобыл получается. Да, ну и вот сейчас, вот как сказать, усиление роли вот этого плоскатики, голову подняли, да, плоскоземельцы, но это от отсутствия образованности. Потому что это нам не нужно. Нам на работе это не потребуется. Нам нужно программы писать. Мы будем писать программы. Это нам не нужно. Код будем писать. Ну, действительно, сейчас массовая профессия. Раньше массовая профессия была какой-нибудь токарь, слесарь. Та же, скорее, токарь на металлообрабатывающем станке работали. А сейчас главная профессия – это тот, кто пишет код. Вот ему дает алгоритм, он этот алгоритм превращает в код. Вот такая вот печалька. А в школе зато у нас теперь сдают только то, что надо для поступления в ВУЗ. И, соответственно, на старших классах-то там вообще просто вот, ну какая тебе физика, какая тебе астрономия? Тебе это не нужно. Ты же не сдаешь физику ЕГЭ. А ЕГЭ по астрономии вообще нет. Это какая-то там разделчик, маленький разделчик физики теперь. Ну, это кошмар. Вот отсюда это все и вытекает. Я к тому говорю, что завоеватели вселенной, да, или кого там, покорители каких-то огромных территорий, завоеватели, это все нехорошо. Сейчас вот мир, мы за мир, и песню эту пронесем, друзья по свету. Это я знаю, что воевать нехорошо, но для того, чтобы завоевать мир, для того, чтобы покорить какие-то огромные империи, нужны просто образованные люди. Это слова старшины Воскова из бессмертного произведения «Азорь здесь тихий». Война – это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Понимаете? То есть тут нода нужна обратно. Не знаешь, что потребуется. Не знаешь, что потребуется. Меня готовили к Третьей мировой, и столько всего в голову нагрузили лишнего. Случись Третья мировая, такие люди бы ее наверняка бы не сразу проиграли, по крайней мере. А теперешние, ну что там, земля плоская. Беги вон туда, за эту самую, за ледяную стену, пингвинов кормить. Ладно. Ну, спасибо вам. Видите, вот у меня от моего образования только одна польза – рассказывать вам интересные истории. И просить у вас к этим историям денег. Так что, ребята, знайте свое место, нажимайте на кнопочку, переводите мне деньги. Внизу у меня для этого есть номер сбербанкской карточки, номер счета в Сбербанке, PayPal, Donation, Nalers, Kiwi кошелек, кошелек ВКонтакте, YouMoney, бывшие Яндекс.Деньги. И становитесь спонсорами моего канала на Ютубе. Да, там сумасшедшие деньги спонсорство там стоит. 249 рублей. Вы еще получите доступ к огромной библиотеке. Ну, что библиотека? 70, сейчас. 72, да, 72 лекции полуторачасовых. Половина из них по физике, половина по математике. Это для тех, кто ЕГЭ будет сдавать. Я надеюсь, что хоть что-то такое до вас привьется. Нет, ну, где-нибудь бесплатно поищем. 249 рублей. О-о-о! Не соображают люди. Образование. Ну, спасибо вам. Извините, что я вам надоедаю. Деньги все раз вас прошу. Вам ближе бы, скорее бы мы подохли, а вы бы по плоской земле бы разбежались. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok